МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Елизаветы Хмелёва. Смотрите сегодня. Есть такая профессия – родину кормить. Глава Чувашии поздравил тружеников сельского хозяйства в Цивильском районе. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. Что ждет иностранных рабочих в Чувашии? Министр спорта подвел предварительные итоги сезона и вручил спортсменам награды и сертификаты. Три дня в Верхней Палате Российского парламента проходила презентация Чувашской республики. Вместе с многочисленной делегацией в Совете Федерации работала и наша съемочная группа. Программа «Дни Чувашии» в Совете Федерации была весьма насыщенной. Совместную работу сенаторы и депутаты Госсовета начали еще в понедельник, когда состоялось заседание Комитета по образованию. Во вторник члены делегации Чувашии выступали сразу на трех комитетах. Мы сегодня не столько боимся импортной новой техники, сколько боимся бывшей техники, ввезенной на территорию Российской Федерации. Почему? Если я приведу буквально пару цифр, если мы в 2011 году доля отечественной импортной техники была нашей 40, импортной 60, я не говорю про автопром, я говорю про прицепную технику и так далее. То сегодня доля, к сожалению, уже 70 на 30 в пользу импортной техники, бэушной, я напомню, импортной техники. В текущем году, если все так же сохранится, то доля опять возрастет до 80% и так далее. О проблемах, которые затрудняют работу производителей спецтехники, о необходимости создания испытательного сертификационного центра электротехнического оборудования говорили предметно, с массой цифр и примеров. Речь идет о защите не только отечественного рынка, но и экономических интересов страны. Уже пора нам вместе с современными учеными, которые мыслят широко, а не только в рамках теории Хаека, приступить к разработке закона о промышленной политике. Общий язык нашли участники расширенного заседания комитета по агропродовольственной политике и природопользованию. Сенаторы Совета Федерации, участвовавшие в работе комитета представители министерств, обсудили ряд проблем, касающихся предоставления субсидий, льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей. Отдельно затронули вопрос о восстановлении хмелеводства, как перспективного направления развития агропромышленного комплекса. По мнению членов Совета Федерации, разговор в целом получился очень содержательным и конструктивным. Есть, конечно, отчетность, как без нее нельзя обойтись, но в первую очередь предложение, способы решения, задачи. Огромное значение это имеет, в том числе потому, что Палата регионов заинтересована в постановке этих задач не только в Чувашии, конечно, а по всей стране. И они действительно имеют общегосударственное значение. Некоторые есть национальный уклон, например, по поводу хмелеводства, но общегосударственное значение имеет то, что это импортозамещающий продукт, повышение, опять же, налогов, поддержка собственного спектра сельского хозяйства, науки и так далее. Так что все доклады были просто замечательные, на высшем уровне. Вопросы подготовки и празднования столетия Чувашской автономии и 550-летия ее столицы обсуждались на заседании Комитета по региональной политике. Согласно указу главы государства, они вошли в перечень памятных дат, которые будут отмечаться на федеральном уровне. Предполагается, что большая часть средств будет направлена на реконструкцию и восстановление объектов культуры и культурно-исторического наследия. Однако в проекте федерального закона о бюджете страны в связи с дефицитом, софинансирование поддержанных объектов не предусмотрено. По этому поводу сенаторам было дано отдельное поручение. Уважаемые коллеги, я считаю, наша задача Палаты регионов отследить, чтобы те средства, которые предусмотрены в соответствующем постановлении правительства во исполнении указа до 19-20-х годов, были республике выделены. Собственное постановление правительство должно исполнять. Поэтому я попрошу комитет по бюджету, я попрошу сенаторов от республики Чувашия оказать все содействие, чтобы ежегодно необходимые объемы финансирования были предусмотрены для республики Чувашия для ее дальнейшего развития. Деловую часть дней Чувашии завершил час субъекта федерации. Выслушав выступление главы Чувашии Михаила Игнатьева и спикера Госсовета Юрия Попова, сенаторы приняли решение поддержать ряд предложений, озвученных республикой. Итог разговора подвела Валентина Матвиенко. Чувашскую республику по праву называют сердцем жемчужиной по Волжье. Это регион с динамично развивающейся экономикой, эффективной социальной политикой. В республике стабильная общественно-политическая социальная ситуация. И что очень важно, что такая многонациональная республика, сегодня у нас нет никаких конфликтов на этнической, национальной почве, мир и согласие, за что отдельная благодарность руководству республики. Вы знаете, стиль руководителей республики Чувашия такой спокойный, не шумливый, никому не докучают, опираются в основном на собственные силы, но очень системно, планово занимаются развитием собственной экономики и решением социальных вопросов и социальной защиты населения республики. После завершения работы собственно в Совете Федерации Михаила Игнатьева и Юрия Попова ждало общения с журналистами центральных СМИ. Опросы задавались самые разные, вплоть до отношения к новой системе распределения мандатов, обсуждаемой в Совете Федерации. Вот здесь как раз очень важно, что люди голосуют конкретно за человека, что он сделал как слуга народа, какие обещания давал и какие обещания вообще не выполнил. Может ли он претендовать на следующий срок. В завершении Дни Чувашии Михаил Игнатьев дал большое интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе РФ». Коллега интересовала, какие приоритеты у правительства республики, как удалось добиться того, что показатель строительства жилья в Чувашии самый высокий в Поволжье, а индекс безработицы, наоборот, один из самых низких. За счет чего поддерживается благоприятный инвестиционный климат и многое другое. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. О том, что привлекло посетителей экспозиции Чувашии в Совете Федерации и как проходил товарищеский матч по футболу между сборными Верхней Палаты и Госсовета Республики в завтрашнем выпуске новостей. Традиционно после окончания основных сельскохозяйственных работ в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В этот день поздравляют всех, кто от зари до зари без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты питания. Сегодня глава Чувашии поздравил агрария в Цивильском районе. Жители села Чурачики в Цивильском районе кроме поздравлений получили долгожданный и нужный подарок. Для любителей спорта построили стадион в рамках федеральной целевой программы социального развития села. Год назад мы запроектировали вот этот стадион. Нашу маленькую инициативу поддержал и правительство Чувашской Республики. Стадион построили быстро, за 4 месяца. Строители рассказывают, что было сложно. Погода часто мешала вести работы. Но за это время удалось проложить беговые дорожки с современным покрытием, обустроить хоккейную площадку, трибуны и раздевалки. Поле соответствует всем современным требованиям. Имеется дренажная система и водоотведение. В футбольной команде высшего дивизиона Чувашии Чурачики здесь можно будет играть в любую погоду. Не дождутся начала сезона и хоккеисты села. На праздники они получили денежный сертификат на приобретение формы. Михаил Игнатьев назвал открытие стадиона знаковым событием. Каждый второй юноша или девушка должен заниматься спортом, чтобы быть всегда в форме, чтобы быть всегда красивым, сильным, смелым и преодолевать все те трудности, которые возникают. Во первом веке, веке интеграции и глобализации, только сильный человек может достигать успеха. Празднование работников сельского хозяйства продолжилось в Цивильском доме культуры. Здесь труженики села представили выставку-презентацию. На ней можно было увидеть как достижения современного сельского хозяйства, так и традиционные для чувашского народа промыслы. Аграрии района встретили свой профессиональный праздник с хорошими показателями. В районе убран весь картофель. Объем господдержки, предоставленный сельхозпроизводителем и организациям АПК Цивильского района, на сегодняшний день составил почти 70 миллионов рублей, что больше, чем в прошлом, на 80%. У нас в республике наступило время честного селяна. Если взять в целом успехи Цивильского района, они в динамике положительные. Мы радуемся этим показателям. Надо всегда ставить пример всех тех ответственных, добросовестных, трудолюбивых тружеников. Глава администрации Сергей Артамонов рассказал, что крестьяне Цивильского района потрудились хорошо, хотя без трудностей не обошлось. Благодаря самоотверженному труду работников села, в целом по району в текущем году по оперативным данным в первоначально приходу на весе собрано более 37 тысяч тонн зерна. Это на сегодняшний день тоже первый показатель по валовому сбору зерна среди районов Чувашской республики. И мы сделаем все, чтобы это лидерство сохранить. В завершение праздника глава республики вручил награды труженикам села Цивильского района. Татьяна Молокова, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика. Миграционная служба собирается закрыть границы для мигрантов-нелегалов. Если раньше упор делался на выдворение иностранцев, незаконно пребывающих на территории России, то впредь все усилия направят на закрытие въезда. Выдворение и содержание нелегалов стоит денег и идет за государственный счет. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщил глава УФМС по Чувашии Виталий Черничкин, недавно возглавивший миграционную службу республики. Он также рассказал о том, как складывается ситуация с нелегалами в Чувашии, чего ждать от российского законодательства, ужесточения или либерализации, и о резонансных делах последних месяцев. Обо всем по порядку. Моя коллега Ольга Григорьева. Миграционная ситуация в республике стабильна, но это в сравнении с другими проблемными регионами. По данным УФМС, ежегодно границу Чувашии пересекают где-то 12-13 тысяч иностранцев. Это, как правило, жители бывших советских республик. Граждане Узбекистана, граждане Таджикистана, граждане Армении. Это мы говорим о гражданах иностранных государств, приезжающих сюда с целью осуществления трудовой деятельности. Приезжают на работу в основном те, кого принято называть рабочей силой. А вот высококвалифицированные иностранцы, в которых нуждается экономика, совсем не спешат в Чувашию. Таких всего 13 за год. Работают мигранты по большей части на крупных предприятиях, промышленных и строительных. Доля иностранцев совсем невелика. Высокого спроса нет. Миграционная служба намерена ходатайствовать о сокращении квоты для региона. Квота на работу в Чувашской республике использована на данный момент на 50%. На календаре уже конец года. Цифра эта тенденция к стопроцентному показателю не имеет. Проблемы связаны с нелегалыми мигрантами. Большой экономический интерес к ним, как дешевые и зачастую бесправные рабочие сели, проявляют работодатели. Чтобы получить дополнительную прибыль, они идут на нарушение законов. В Чувашии в Неладах с Фемидой оказались 111 работодателей. Бизнес делается и на перевозке нелегалов. По данным УФМС, подобный организован в Поволжье. Несколько автобусов с мигрантами уже задержаны на территории Чувашии. В Харкасах и в Цивильске. Перевозил 37 иностранных граждан Узбекистана. Среди них также были нарушители миграционного законодательства. 7 человек привлечены к административной ответственности. Из этих 37. Один из них помещен в спецприемник. Пятеро выдворены с территории Российской Федерации. И соответствующим образом она также будет закрыта въезд в Российскую Федерацию. В отношении нелегалов законодатели готовят жесткие меры. Обсуждается и поднимается тема уголовной ответственности для работодателей, использующих незаконный труд мигрантов. Предлагается запрет на перепродажу квоты. Ответственность за эффективное привлечение рабочей силы. Предлагается применять депортацию не только для совершивших тяжкие преступления, но и ко всем осужденным на территории Российской Федерации иностранцам. Кроме того, предлагается ограничить сроки пребывания иностранцев в России. Помогут ли такие меры сократить количество иностранцев, незаконно пересекших границы? Или, напротив, увеличат? Не повлечет ли это за собой множество злоупотреблений? Вопросы, которые остаются открытыми. А дискуссий по этому поводу ведется немало. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика. В ночь на четверг в Чувашии произошло очередное ДТП на федеральной трассе М7. На перекрестке около поселка Новые Лапсары водитель иномарки влетел в прицеп фуры, которая стояла на светофоре в ожидании разрешающего сигнала. После столкновения легковушку отбросила навстречку, где в нее въехала другая фура. Пассажирка Санаты доставлена в больницу. По словам очевидцев, у виновника аварии были признаки опьянения. От метода свидетельствования он отказался. За круглым столом спортсмены, тренеры и министр. Минспорт Республики подводит предварительные итоги спортивного года. Членам сборных команд России по тяжелой атлетике, самбо, стрельбе и злука, шашкам, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и их наставникам сегодня вручили заслуженные награды, медали и сертификаты на получение денежных премий. Министр спорта Сергей Мельников начал встречу с приятных новостей. На днях правительством Республики было принято стратегически важное для спортивной отрасли решение. Увеличена норма расходов на участие в соревнованиях, то есть на питание, плюс при проведении соревнований у нас там дополнительно мы сейчас виды расходов, без которых уже нельзя там обеспечение безопасности и аренда спорта сооружений. Одним словом, довольно серьезное увеличение в общем объеме суммы там более 5 миллионов. В связи с новыми поправками нормы расходов в среднем увеличены на 15%, а по отдельным статьям более чем на 30%, к примеру, на питание спортсменов. Увеличение норм, отметил министр, позволит создать более комфортные условия для подготовки спортсменов, а также проводить физкультурно-оздоровительные спортивно-массовые мероприятия на более высоком уровне. Кроме этого, в Республике полномерно увеличивается количество ФСК. Один из самых больших центров спортивной подготовки откроется в ближайшее время в Чебоксарах на стадионе Олимпийский. После этого ждут и увеличение числа спортсменов, и новых рекордов. Огромнейшую вам благодарность за то, что вы своими победами прославляете прежде всего нашу Республику, Российскую Федерацию. Ну и, конечно же, огромная благодарность тренерам, которые делают эти победы вместе с вами. Один из тех, кто своими победами прославляет Чувашию – воспитанник школы самбо Максим Иванов. За 10 лет у Максима набралось огромное количество наград. Последняя, кстати, золотая медаль, завоевана в Греции в октябре этого года. Впечатления самые хорошие, лучшие, так как я занял первое место. Особенно то, что когда стоял на пьедестале, там вешали на голову, клали на голову оливковые венки. Это как бы древние традиции Греции и очень похоже было на Олимпиаду. В дальнейшем у меня планы выиграть как минимум два раза мир и выполнить мотив заслуженного мастера спорта. Подобные встречи Минспорта Республики планируют проводить регулярно. Галина Титарчук, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика. Один из главных символов 31 октября – тыква. Однако на это звание может претендовать, к примеру, копилка. Дело в том, что сегодня мир справляет не только Хэллоуин, но и Международный день экономии. Идея отмечать такой праздник возникла еще в далеком 1924 году. Тогда представители сберегательных банков из 29 стран собрались в Милане на первый Международный конгресс. В память об этом событии решили каждый год отмечать День сбережений или накоплений. Ну а уже потом праздник провозгласили Днем экономии. В 1989 году праздник официально закрепили директивой ООН. Кстати, по замыслу авторов, посвятить этот день следует не только деньгам, но и времени, ресурсам, силам. Иными словами, всему, что можно сэкономить. Экономьте с умом. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова